ну что всем здравствуйте всем добрый вечер сегодня мы с вами будем играть в демку она хоррор вообще-то представляете и такое бывает я запускаю и в общем-то я здрасте шока ты на ушах да я же своего рода ведьмак вы же не забывайте и школа кота в общем игра у меня скачаны сейчас я ее открою а то вдруг там что-то интересненькое было бы вот в начале а вы бы не увидели на он сейчас увидите возможно если стример успеет вовремя игру поменять час а уж у такое открывай круг хочу что происходит а что это не будет игры сегодня я думала на откроется как и все дым и нормально тут фото происходит не запускается дымка пока не готова да это вот это там ради меня что-то появляется там не о так так ты ну все маленький стрим мы не увидели что там было написано пока я настраивала чуде лэнгвич русский ну все пора как у тебя считаю мне уже от звуков страшно можно я закрою дым надо будет чтобы вы мне сказали как по звуку я себе это точно тише сделаю чтоб не как у тебя от любого шороха поэтому чуть-чуть совсем все все файлы с компьютера выгрузим в сеть и запустится да да нормально пока по звуку эффекта вроде да но потом если что настроим чё по настройкам тут есть mouse sensitivity графика very high все very high а фпс лимит надо убирать его и не уберешь ну собственно все получается на пока нам она тут озвучка будет поскольку игра разрабатывается одним человеком история не начинается самого начала главный герой преследуя заброшенный комплекс обнаруживает себя в заснеженной долине наше действие имеет последствия ох ну для компьютер тянет в эри хайк так используйте выезды и мышку я сегодня это компьютерный геймер я не уверена хорошо ли будет поддерживать он геймпад поэтому что это значит три спички туда а я туда и пойду учен это слоу прыгать нельзя можно ли умереть вопрос выглядит очень красиво смотрите какой костюмчик ой 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 алло у нас ружу есть какой хоррер а ты не знаешь наши есть шутеры хорреры ладно там явно ничего нет не пойдем до исследовать край карты так и быть зато у нас есть выносливость между прочим убегать бесконечно не получится шутеры хоррер ват ну гтфо тебе вот чем не подходящее под это описание нечто как можно бояться когда у тебя ружу надо туту наружу пока стрелять нельзя ничего делать ой ой откройте нет инвентарь так выберите тиркин с модуль используя среднее колесико мышки зажмите правую прицепитесь нажмите чтобы притянуть подсвеченный объект чтобы бросить нажмите вот это окай там а вот так вот типа сейчас манипулятор стоит или шо а где под вот это да дед в space и пошел то подождите я не понял я недостаточно умный стример а типа выбранная на роль она оранжевым становится а я думала там где беленькая не а ну теперь то понятно притягивать как тяжело жёвтенький выбраться а вот это притягивать а куда его бросить надо чан подумать или это просто обучение вот сюда это что это баскетбол шарик не ну подождите я не уйду пока не заброшу мяч учу думали вот я так и знал подожди корр думаете будем смотреть мы сейчас час просидим пока стример не забросит мяч ведь никуда не уйду нет не должны единичку тут написать о все я спокоен демку за 6 часов можно не шуметь не слышно шуми чё не слышно шуми чё учитывая огромные размеры колониальных космических крейсеров это вызывало невероятные перспективы для изменения транспортных кота неудивительно что инвесторы с разных планет и сегментов вложили все свои сбережения в разработку однако непосредственно перед запуском первой партии предназначена для ограниченного числа клиентов компания просто исчезла страда они строго секретизировали свое местонахождение если оно вообще было известно и сегодня спустя несколько световых лет общество склонно верить что компании никогда не существовало что прям все сбережения в не исследованную технологию здравствуйте харон здравствуйте надо было шар хотя бы с собой взять а ты говоришь ружу я походу ружу могу только притягивать объекты не напрямую стрелять это еще надо попасть во врага я в панике как начну там путать кнопки а если бы можно было притянуть к себе врага случайно ой монстр притянем да да в попытке приблизиться к другому проблесковому маяку пробираясь сквозь сильный ледяной ветер вы почувствовали дрожь под ногами мгновение спустя ваши ноги начали погружаться в снег а затем в холодную темноту огромными кусками земля начала осыпаться вниз отправляя вас в мрачный туннель вы очнулись глубоко под землей это воздушные шахты ай оу а потом как оттянем так мы в шахтах ох ну выглядит нехорошо можно я уйду мне уже не нравится я не хочу можем себя притянуть как-то наверх не а ну то нужно конечно папа фонарик я провел здесь так много времени я думал что знаю каждый уголок и каждую деталь но это место хранила множество секретов или создавала их из ничего последнее время мне так хотелось побывать на своей луне в своей хижине среди песков на окраине пустынного базара мечтаю об этом снова и снова руководство направило меня в медицинскую часть и мы все понимаем что это значит в наши дни я более чем готов поверить в эти ужасные слухи о том что происходит в медицинском блоке не говоря уже о том что ди октопус сам по себе ужасный проект но я не хочу верить что я одинок и забыт капец папец костюм знакомый но не падать спаси халло напоминает из дума думгая хорошо хорошо а как следующий а спаси нет это этот день они сообщили что номера 0 11 и 0 13 не существует что за номера кого там не существует может мы не пойдем туда где чего-то кися не чего-то не существует кися стой там пожалуйста она муркает о не видно доступ в зону содержания пентасилина разрешен только при этом принимаются строгие меры безопасности для предотвращения катастрофических инцидентов технический блок комплекса подготовки перчета там кися кися ну может быть мы с собой возьмем котика он будет наш этим спутником нашим ну не так страшно будет я буду его вперед везде пускать пускай идет и следует но он же как-то тут выжил как он выжил а вдруг это котик главный враг человечества и он всех сожрал людей тогда конечно надо текать доступ в зону содержание она здесь то же самое кстати только уполномоченный персонал во то мнение было записано непонятно белый китлинг но он следит за нами смотрите я понимаю что никто не любит китлингов за их способность размножаться жить без еды воды и воздуха и грызть провода нет подождите но так не может быть что значит они тогда не должны быть живыми организмами у нас же на земле таких нету чтобы без еды воды воздуха солнца еще жили и размножались это как так но они так сильно напоминают мне котов с моей земли но это не земля ладно уважаемые коллеги если возможно принесите немного еды прянику спасибо прянику а за счет чего размножаются они тут кушанет может тут какие-то невидимые частички на этом и о китлинги это маленькие существа напоминающие кошек с планеты земля они немного крупнее по размеру у них более жесткая шерсть и более крепкие зубы в отличие от кошек котята могут очень долго обходиться без воды и пищи а котята ну то есть долго обходиться но полностью не могут я правильно понимаю эти существа довольно устойчивы к перепадам температуры склонны быстро зализывать раны если земных кошек любят и готовы принять в дом то китлингов ненавидят они легко размножаются и постоянно все грызут особенно это касается проводки эти пушистые засранцы шныряют повсюду они забираются в корабли обгладывают там все а пилоты потом не могут понять почему их шаттл вышел из строя как они вообще теперь могут добраться домой нередки были случаи печальных миграций когда целые колонии оставались дрейфовать в открытом космосе и погибали и все из-за китлингов в некоторых сегментах космоса даже существуют законы разрешающие разрешающие прямое уничтожение этих грызунов однако даже это не так просто яд не оказывает на них сильного воздействия он только ослабляет их китлинги как правило ищут темные уединенные места для восстановления сил перед возвращением среду обитания поэтому более крупные шаттлы теперь оснащены системами отравления ловушками или способами выброса китлингов в открытый космос ох ну сколько же китлингов в открытом космосе подождите они могут выжить в открытом космосе или они не могут светиться как я не могу я не могу достать оружие ну ладно доступ зону содержания как это посмотреть а это сюда на мисочку смотрите с кормом и мячик на на котику принести мисочку и мячик пряникс я принесу и только подожди хоррор не ну ты подожди слышишь а может дальше как начнется жесть какая-то это так чтобы мы булки расслабили на пару секунд всегда держи спасательный костюм в пределах пределах досягаемости чтобы обеспечить быструю эвакуацию как у меня слово эвакуация теперь немного тяжело читать потому что из одного стримера мне эвакуация понимаете вот это вот случае повреждения комплекса он столько раз ты произносил что у меня уже как-то и как норма напоминание для коллег так все правильно не конечно уважаемые райана мар или кож напоминаю вам что это место является вентиляционной шахтой для подачи воздуха старайтесь оставлять отсеки пустыми чтобы при открытии всех дверей поток воздуха мог беспрепятственно проходить через всю шахту я также не хочу чтобы наш четвероногий друг пострадал из-за этого пневматические коробки красные коробки достаточно тяжелы чтобы убить даже взрослого человека я не а пока все тихо подождите я же теперь буду все а все я буду каждый угол осматривать сто раз в поисках шарика или баночки корма дала эта штука мега опасная почему с ней возятся лол а кто будет запрещать уничтожение такого опасного зверя стреляли ой чё пугаете вот это на вашем костюме есть индикаторы которые показывают состояние вашего здоровья типа чем ярче светится а зеленый рыжий крас все понял попробуйте найти аптечку первой помощи чтобы восстановить свои силы помните что при критическом состоянии здоровья целиться будет сложнее что такой стать машинка почему это здесь но видимо был ребенок люди же не могут с собой возить контрацептивы и перестать размножаться они же не могут ниже везде размножаются дерево н.н.с. зеленый капсула hidroflora health capsule сочетает в себе передовые технологии для поддержания же недеятельности растений и немедленную пользу для здоровья заключенная в прозрачную капсулу пользователи могут наблюдать за ростом растения поскольку она постоянно питается тонкой струйкой воды при активации капсула измельчает часть растения измельчает часть растения чтобы получить богатое питательными веществами средства для быстрого восстановления здоровья откройте инвентарь таб выберите вот эту штуку и удерживая таб нажмите е кухну таб вот эту штуку и все мы землёненькие теперь и а можно смешать красную желтую зеленую поднять уровень жизни а я не знаю так тут закрыта мы не не имеем права ой мы не имеем права можно пойти туда можно вот сюда ну туда как то вообще не хочется идти а зачем закрыли передо мной не надо так я не могу объяснить откуда появляются эти вещи но предполагаю на ну предлагаю пока что складывать их в параллельном отсеке номер три за металлическим окном они выглядят старыми или как антиквариат я мог бы посчитать тут не это отпечатка посчитать что это шутка но не думаю что ли и райана станут тащить по землю старинный комод или телевизор без доступа к манипулятору и коллеги замените уже эти чертовы предохранители как у нас тут какая-то дыра из которой выплевывается антиквариат или чё я чего тут загадки в некоторых местах вам нужно использовать ключевые элементы наведите курсор на желтый полупрозрачный силуэт если у вас есть необходимый ключевой элемент он будет заменен автоматически нажмите вот этого чтобы его использовать на данный момент у меня нет ключевого элемента для электрического щита но возможно вы найдете его позже возвращайтесь когда будете готовы и тут предохранители меня да везде ну видимо только сюда для какие-то символы а чё это такое пустой ящичек ох ну здрасте там кто-нибудь есть надеюсь нет остальные можно ящики потрогать не я люблю пора почему это здесь а это пароль 6 3 2 4 они просто обычный кубик ладно хотя знаете тут цвета цвета и цифры возможно это потом пригодится надо запомнить как бы почему это здесь и потом когда будет где-то код по цветам мы такие а там же был кубик может мы отсюда что-то вытащим ах ну иди так зеленый желтый розовый синий зеленый желтый розовый синий а зеленый какой-то такой зеленый 2 1 зеленый желтый 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 выйти как умом хорошо а больше котиков позже да что такое от подсказки меня пугают пока что больше всего здесь откройте инвентарь и выберите модуль телекинеза удерживая нажатой правую кнопку прицельтесь и нажмите чтобы захватить объект чтобы выполнить бросок нажмите вот это или нажмите вот это для освобождения она это еще да но это имеется ввиду какие-то висящие до в воздухе предметы чего кого и отпусти пока я не могу так думать а что такое а я хотела посмотреть куда это вставлять она уже и отскочила куда надо хорошо пойдет почему это здесь убег картинки трех очков но до ранний доступ все в порядке это мы выкинули допустим но как каким образом я подпрыгнула это конечно интересно спасибо что вернулась обратно белый шут опасен белый шут а шум белый шум я как раз хотел спросить можно ли подобное сделать но слушайте знаете игра выглядит мега красиво и разработка разрабатывается одним человеком поэтому я бы на вас посмотрела чтобы вы там на разрабатывали я бы ничего уж я не понимаю ничего каждый день одно и то же вот уже несколько лет каждый обход похож на предыдущий иногда мне кажется что такие что какие-то отсеки я прохожу дважды у нас всегда была пустая секция между третьим и четвертым отсеками мне кажется что я схожу с ума легко ну тогда я даю вам три месяца и жду игру на почту ой боже да ну хватит некоторые объекты довольно сильно прикреплены к чему-либо у таких объектов есть индикатор который загорается оранжевым при наведении курсора удерживайте чтобы вот это вот захватить объект сколько заплатить нисколько просто вы сказали что можете лучше посмотрим после последнего пролога прогона воздуха в некоторых отсеках вышибла батареи как правило они улетают они летают где-то рядом по возможности верните их на место но не руками используйте манипулятор держу в курсе я вот когда занимаюсь там да читаю что-то там на английском слух если я читаю вслух про себя такого не происходит но вслух на русском или на английском я тоже путаю буквы даже в английском языке не знаю у меня может какие-то проблемы есть знаете там дислексия или чё-то у меня иногда буквы переставляются и я еще друг слово вижу я смотрю каждый раз когда вот я читаю вслух думаю что происходит вообще а где сказал что могу лучше ну знаете вот это вот ваши каповые посылы так это вот это да а это чтобы батарейку сюда от надо оттуда выдернуть или тут своя будут а вот он стой от того что нибудь есть ничего нету мы все записки посмотрели ну я просто будет что-то пропустить знаете где где плова все вот это беги беги а ну ладно я уже знаю как выбраться мы вот на вот этом ящике же как-то подпрыгнули я могу кто и дыре от таких пару ящиков взять может быть и улетим обратно наверх уедем отсюда что тут делать то что ну я не закончил этот обход и вернулся позже вернусь дойдя до отсека номер три я услышал белый шум райана а это райана получается наверно райана сидела вместе куда мы складываем те старые вещи и смотрел это он или она тут просто окончание путаются и смотрел или смотрела телевизор но видимо на она просто пялилась в белый шум и и номер на спине был почти стерт а сам костюм был грязным она определенно слышала что я зашел в отсек но никак не отреагировала в тот момент в моих глазах будто потемнело а шум телевизора усилился внутри меня словно бушующее пламя начало разрастаться начал до начал разрастаться бежу безумный холодный тяжелый как гранитная плита страх ставший комом прямо в горле я никогда так не пугался и немедленно вернулся в комплекс даже знать не хочу как этот ящик мог включиться с того момента я больше не видел райану ли сказал что ее перевели в медблог я и так блин читать нормально не могу так и ждут эти окончания вообще получается у нас конечно комбо вомбо так кого бы тут это присосать ну-ка блин у меня все пугайки своими подсказками я ничего нету может мы отсюда что-то выдернем предохранитель да так побежали обратно менять предохранитель а здесь мы как раз и не можем да уж и нужен ключ понял а обратно когда я буду бежать ничего не заспавнится то спасибо шоу там это пугаете стримера приятно конечно а чё света нет она и предохранитель то не я его не выдернула вообще-то ну как будто бы темнее стало либо это мне просто страшно а для киси так ничего не нашли ну шо ты будешь делать а шо это за шарик типа перелезать и все оттуда сходить или мы ну он беги чё это такое какой-то диск для котика нет карточка демо доступ карта доступа омники это многофункциональная часть высокотехнологичной технологии безопасности предоставляющая пользователям базовые привилегии доступа в комплекс ввода вывода выполненная в элегантном минималистичном дизайне эта карта является незаменимым инструментом для навигации по охраняемым зонам и отпирания дверей гарантируя пользователям необходимый доступ именно тогда когда им это нужно я тут смутило сочетание высокотехнологичная технология вот это надо перефразировать ну как-то она звучит просто высокотехнологичная карта там или я просто балуюсь пульт опа эти вещи определенную здесь не должны а это тот самый телевизор я надеюсь моего слушать не будем то тоже поедем в медблог я вернулся сюда через несколько дней после того как обнаружил здесь своего коллегу зомбированного и прикованного к этому телевизору я смотрел его со всех сторон и не нашел каких-либо проводов вообще я сел в это же кресло и просидел так несколько часов впервые за долгое время я почувствовал что я дома кресло телевизор пульт от него же рядом столик какие-то земные вещи лампа мою задницу просто прибило к этому креслу а мысли пронзила какая-то ностальгия такая ностальгия что каждый следующий обход я возвращался сюда снова и снова и проводил здесь последние часы смены в какой-то момент я поймал себя на мысли что в этой мертвой тишине я так хотел бы чтобы этот телевизор заработал пусть он ничего не покажет просто белый шум но хотя бы чуть-чуть он вернет меня в мои грезы возможно я смог бы закрыть глаза откинуть голову на спинку и даже учуять запах яблочного пирога в духовке я даже пишу это на бумаге которую нашел среди этих ящиков я безумно хочу домой и никогда не смогу туда вернуться а для котика мужу нибудь найду тут нету и тут тоже меня просто даже внутри игровые звуки пугает ну серьезно я коробку сейчас кинула она как-то по-другому звук издала я уже все я когда знаю что есть пометка horror хотя даже если бы я не знала было бы все равно страшно там какой-то анонимус сейчас был что-то какая-то жижа в маске не ну пока она за решеткой мы все смелые да а потом когда она появится резко передо мной вот там мне конечно и потеряю все остатки смелости своей а я была так ходила знаете просто в головоломки бы решала на если какие драки чакова если бы стрелять можно было у меня манипулятор это мне придется предметами от этого ой фига видели она в меня отскочила и персонаж перепрыгнул ну блин а как так еще разбил не получается вот я душнила господи ладно мы уже поняли что мы тут не одни поэтому смелости у меня такой больше не будет а чего батареи нет я думала есть туда можно пройти сюда нельзя сюда меня не пустят ну конечно интересно как скоро появится враг ну типа можно камень взять жаль мне надо собой постоянно что-то убить чтобы не было страшно слишком большое но пойдет так что тут написано уйди держать кнопку я пытаюсь понять надо удержать ее в какой-то момент чуть-чуть так вот эту штуку надо поставить квадратики хорошо напоминаю при прогонке воздуха некоторые элементы управления или питания могут отлететь установите их на место чтобы везде была зеленая индикация это у вас тут конечно все нужно нужно карта видимо моя не подходит даже буквы е нет на держать и нажимать мама компьютер плюс батарейка туда я не мог достань оружие спасибо ох ну она летает там мы не достанем да ну типа хочу делать но я перезайти могу наверное откуда загрузить хорошо она не кидается ну там два варианта у меня в голове я я если честно думала надо эту штуку туда кинуть и нажать на компьютер а чего не так решила демку на весь стрим растянуть нету подожди ну я думала компьютер он туда идет потом батареи хотя она и сейчас не присоса на таскать не выкинь не выкинь ее туда опять не надо стой 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 не не подожди подожди ну чё 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 с ней ела просто так здесь объекты в руки брать нельзя да чё у меня опять красное здоровье когда я успела меня больше падение этой штуки пугает не ну чисто в теории если там шо ну вот она рядом на букву е жмешь ничего не происходит она улетела да она улетела в текстуры ох ну опа появилась подождите ок ну зацепи вот же она но она же вот может эта штука обновляет да она обновляет ее позицию вот оно что то есть надо все-таки попасть правильно понимаю сюда же надо стрелять или просто ее отсюда куда-то забрать подождите даже не факт что ее надо сюда она просто не вставляется или а там не было сзади место куда ее надо вставить сейчас подождите а то мало ли я там просто так вот это вот не лучшим может ее надо обратно нести ай а чего такое камни не надо драться и зато они меня похилили у меня было красное здоровье а теперь не красную и ханки 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 а куда ее несу я просто а вот туда наверное вот туда да так поехали со мной слышишь можно эту штуку на коп все все только в текстуры не уходите прошу стоит умом она сразу присосалась сама видели видели обалдеть о нет а мне это мы тут были не были там как-то нехорошо выглядит все ворот нет никаких можно мне бы хоть что-то я же сейчас испугаюсь от любого а подождите ли там и обратно имен вот были ли не были не были или были нет были мы тут предохранитель взяли а потом почему а куда идти я просто заблудилась немножко нет тут мы были здесь у нас смотрите вот стоит все значит она была вперед идти пространстве потерялась нам сюда и только не закрывайся но совсем слышишь не надо жилой комплекс какой-то там судя по всему сюда так сюда сейчас скример будет не надо не надо я боюсь что это за мать твою кто это а ты думаешь я тебя не вижу да я не подойду нет я вот я в эту дверь пустите вот и правильно это редкий загадочный неземной ресурс этот обладает завораживающим свечением отбрасывая мягкое пульсирующее свечение в окружающую среду его кристаллическая структура напоминающая матовые черные бриллианты при использовании проявляет необычайную способность обеспечивать топливом огромные космические станции и межзвездные корабли в течение длительного времени что делает его желанным активом в космической среде меня здесь знаете черные полоски какие-то и описание напомнили в инвенции был короче в непобедимом вот эти вот были штуки может детей убрать то жутко они там смеются и детский сад какой-то по ходу видимо у них блок был детского сада и ни один предмет же взять нельзя ну что ты можешь делать а хоть бы этот уже дали ну так только почитать а сейчас какой-нибудь двери вот все закрываются с одной кто-то вылезет на я все до свидания я ухожу нужны мне эти ваши садики я уже давно не ребенок потому вас смысле а тут же дверь была куда идут окна у меня фонарик же есть . это звонок это все хорошо с другой стороны мне теперь есть чем кидаться правда здесь так объекты летают плохо ну то есть ведут себя что мне может ничего и не помочь в случае чего а куда это нести оба корм для котиков кошачий корм какие-то старые консервы похоже на еду для кошек надеюсь она еще годная с другой стороны зачем она мне а мне надо а мячика у детей тут нет и я не полезу я сейчас же застряну мечка не было да я просто не заметил а это переспавнивает я постоянно подхожу это клацу а сейчас на обратном пути стой двери вылезет да вот это вот манекенах хрень подобная и мне отбиваться надо будет он стулья лето вообще-то не смесно я доджу не получилось смотри дети телекинеза и что и всем обалдели а мы ее не заберем она там осталась она может вообще вернулась на свое место обычно чё за ней опять идти да я боюсь туда идти его чё он боже не бейте меня дети не надо дети не надо она там по идее не не ну куда обратно да чё ты да как ты так присосался вылези обратно я не хочу туда нет я не хочу вылезай я не пойду ну сколько можно ладно пойдем как он так все теперь я сюда хочу все я жму кнопку вперед мы полезли и уходим как можно дальше отсюда чтобы опять не присосаться хорошо эта штука улетела до куда-то здесь закрыта куда а ее надо обратно туда нести где надо было три штуки поставить до надо еще котику корма отнести вообще-то я боюсь ее сильно кидать найти улетит куда-то в текстуры а мне потом вот это весь путь проделывай сейчас вот тюкки рюкки рюк там дверь какая-то открылась по-моему а котику это в какую сторону маму в эту 89 нет туда мы не идем кися он сервы я надеюсь там можно поставить один предмет не надо бежать на пару ну типа шарик и этот и корм кися привет я думала мы там что-то на полу посмотрим они кися будем искать смотрите я фонарем могу светить в анимации пока сама куда хочу туда свечу обалдеть мячка нет кися иди кушай кися иди да какая кися ну там на полу он буква е было отчетом интересно жену кися отойди слышишь что там нет я не хочу кися она не дает выбрать кого трогать вот сейчас она не нажимается это кися не трогай кися нельзя не трогать точнее в этой комнате запрещено трогать все кроме киси ладно а не могу эту решетку поднять манипулятором например ну все кися я пошел пошли со мной и страшно вообще-то одной так какой пятый пока рано боятся вот не люблю хоррор и я в них постоянно в напряжении я не могу даже расслабить булки мне вот этого играть в там в этот гастейшн симулятор знаете есть тут какой-то предмет собой взять но поменьше такой же при случае чего мне нет и подожди ты сам на нет я все равно кого-нибудь возьму но так стоит были скримеры ну да а вы отходили туда нельзя это забрать к сожалению ну то ну говорите как есть можно и так сказать ясно бросили стримера вот когда ему страшно все понятно ли не имеет доступа к манипулятору но постоянно просит его для того чтобы разобрать вентиляцию в восьмом отсеке он постоянно говорит что слышит за ней детский смех я начинаю думать что ли и райан могли попасть под облучение облучение пентасилина который дает жуткое отравление очень надеюсь что они не трогали и даже близко не подходили к тем капсулам пентасилина я видел один скример да это было вообще в самом начале видел он так вот я есть никого так не будет мы походим сами я чё против внимание сброс в случае перегрузки рычаг может автоматически отключиться игнорирование правил работы с электроцепями может привести повреждению системы только сертифицированный персонал сертификатом по работе с электроэнергией и rns4 имеет право работать с поворотными рычагами несанкционированное использование может поставить под угрозу стабильность электроснабжения всей станции технический блок комплекса подготовки персонала я сходу просто беру я вижу что можно взять я беру не т.д. ну сука только подойдите ну а пуч натер камень этот падает да я просто слышу шум сама же себе понимаете усложняю жизнь чё это такое что-то меняется туда можно пролезть сюда можно зайти а в каком а ну-ка а что значит включён в каком положении с какой стороны подобрать можно посмотреть непонятно это же по кругу да то есть я же не иду куда-то вот куда я не вернусь правильно это хилка дай бог какой-то скример я серьезно а вот я же говорила здесь еще попробуй попади а ты говоришь тебе оружие есть тебе не будет страшно от а все а бля зажали суки о не зря я с денисом тренировалась ох я все я и озолочена они что тоже дойти не могут могут не могут а вот и все мне не страшно сейчас я вот этот диск возьму на получи все я не боюсь мне даже не страшно я вот я нашла себе место безопасно а их можно убить или они будут мне просто говнить все время получил глупый робот нет нет это мой единственное оружие ну да стример крыса и что ну я не виновата что я в какое-то место залезла они не могут нельзя взять да теперь что еще можно взять а мешок не достаю честно драться я не смогу я могу оценить свое положение здраво а мы только 1 убили осталось 21 вот прям рядом это не могу взять ох а а попа не хорошо получилось у они зависли это хорошо получилось темненький остался все он так вот до свидания о чем музыка до сих пор а ведь где-то кто-то ох и сейчас меня сзади кто-то за жопу схватит это же все вот вот это управление с присасывания мне не нравится она какое-то не очень на ну скрипач ну хватит слышишь короче он просто так жути нагоняет или чё я не могу понять здравствуйте здравствуйте страшно вырубай так вот тоже ну этот баг надо будет пофиксить ну типа но для таких как я пускай он остается вот он а я же говорила что кто-то остался в окну встанет меня он найдет меня она не умеет там перейти надо это что-то перелезть надо его убить иначе скрипач так и будет вот этот или не надо я могла бы уйти конечно надо собой туда что-то взять и чё ты мне сделаешь или сделаешь в этом плюс что игра не доработана знаете я не настолько смелая чтобы вот это вот блин отсюда брать нельзя надо продумано конечно ему ему плохо но мне хорошо опа ой не давайте мне недоработанные игры нельзя в такое играть я же все поломаю стоит я тоже стою я то могу отсюда выйти я просто боюсь чат он знает какова вероятность что я успею это взять и ничего не могу отсюда взять а не ешь меня подумай стой ты умрешь что ли нет он у не убиваемая она не умирает охно ты умрешь там нет все она умерла фух а скрипач все равно нагнетает значит не все умерли хорошо что код сколько можно сколько можно а вот еще один все все види какого красиво диск ранил обалдеть так 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 и шо в какое положение надо было ставить все эти штуки я то не поняла в итоге ну манекены они не особо страшные спасибо что манекены они какие-то ужасные чудовища хотя все впереди что в другое положение попробовать их поставить или шо или тут что-то заработало может сюда надо принести батареечку а мы там не видели батареечку по моему можно было сюда спрятаться и при говорить что я моль я вообще fight мог бы быть страшным но стример просто хитрая жопа серьги чума конечно не помню читала яри нет спасибо вот это вы загнули ну знаешь учитывая это управление она не совсем удобно как я уже говорила прицеливаться она иногда либо это у меня проблемы просто с пониманием как это работает нормально она иногда захватывает иногда отпускает как бы если ты на секунду не зажмешь мышку в процессе захватывания вот этой штуки то она у тебя из рук вылетит вот так и ты потом начинаешь пытаться и судорожно поднять то есть надо захватить вот я же говорю я не могу захватить вот захватилась видеть я не понимаю ну типа из-за этого жутко потому что они же на себя идут а ты не можешь в них ничего кинули он все выпадает из рук и ты такой ох но чё нет ничего не меняется я не приняла в какую сторону их надо повернуть и чё маленькую батареечку я не нашла тут вроде может делка закончилась да нет вряд ли ты чё я просто не понимаю что делать их все повернула либо так либо и так как шик повернуть я не знаю то есть ладно мы что-то менялась ну видимая можно было бы понять кого куда вертеть а так и рычага никакого нет чтоб зайти там нигде батарейки не лежат а если вернуться назад то там по моему ничего и нет мы с нам сюда надо вставить маленькую батареечку синенькую здесь ее нет это та самая комната вы поняли чат это вот это та самая комната и чё нам типа надо там заспавнить теперь батарейку и сюда и всунуть или что я не понимаю непонятно тяжело вот там вот скример был дети меня еще стульями кидались сволочи такие ну-ка допустим если можно переспавнить и туда вкинуть чтобы что-то еще можно было сделать то без проблем нет эта штука не работает больше ее нельзя переспавнить может быть можно вытащить откуда-то тут на ничего не я не понимаю не было же написано правил как там нажимать на рычаги про тяжело помогайте стримеру он не понимает может быть вы поймете но эта штука не работает она как будто бы и не заработает если честно мы боимся не темноты а того что в ней спрятано да мне кажется просто сломано так у тоже здесь я не видела никакого переключателя ну как мне мне же явно туда ваши а бля все беру свои слова обратно не ну это надо было посмотреть я же только циферки увидела а тут вон на двойке надо полосочкой не ладно хорошо так 2 значит верхняя пол горизонт то вертикаль понятно все понятно стало сразу это один момент 2 надо а для единички там есть такие настройки нет это открывает только вот эти вот 6 на что полосочка внизу горизонт какой 4 а 4 шо ох но отсюда не видно может быть вверху полосочка внизу полосочка тоже антюбр а 6 там чё было внизу полосочка верху такая штучка такая штучка это я хорошо объясню все открывается надеюсь никто не выйдет новый а то я укакаюсь извините агг в космосе на него напали робо алиэн и я все верно понял ну короче наш человек вот этот он мародер космический он прибыл на станцию заброшенную в которой запечатано так может мы и не пойдем на станцию а здесь забывали новый вид топлива вот этот и олечу и не его а вот этот пепе ну там в банках короче показывали не помню как он называется да там было написано где-то что он мародер подожди я же читала описание в интернетах там по моему было написано что он мародер и он сюда пришел потому что думал что станция заброшенный он сейчас тут налутается она не заброшена сегодня мне в прислали двух помощников райан марс номером 011 ли кож с номером 013 а там помните в начале было написано что номер одиннадцать и тринадцать не существует или что такое постараюсь ввести их в курс дела как можно скорее а демка длинная там него просто уже стану чем дальше тем страшнее не открывать а наш герой отбитый он такой не открывать закрыто я вижу каких-то манекенов то ну чё пойдемте у меня же нет оружия у меня нет пистолета у меня есть только вот это вот присоска 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 какой-то фонарь прополз их имена кошмар ну а блять о о господи сука ваша история не закончена плохая концовка серьезно а чего могла быть хорош а это наверно так демка заканчивается или там есть хорошая концовка я как всегда о о мы же не будем все концовки смотреть не не наверное это так заканчивается сердечно благодарю всех замечательных игроков которые нашли время опробовать демоверсию ваш энтузиазм и отзывы и поддержка очень много значат для меня ваши отзывы и комментарии помогут мне улучшить игру и сделать ее еще более захватывающей я надеюсь что вам понравился проект и я рассчитываю на вашу поддержку и заинтересованность его дальнейшем развитии готовы продолжить свой игровой опыт не пропустите захватывающий момент добавьте но она у меня есть в желании что с кнопкой ой ну все начинай она у меня есть в желании добавлено напугали меня под конец блин булки расслабила понимаешь ли сижу держу вот это вот ну что такая вот демка ну выглядит как бы интересно все таки там чуть-чуть доработать убрать места что вот эти вот манекенчики там они застреют я я могу от них спрятаться и расстреливать их ну такое себе ну извините один человек разрабатывает ой чат токсиков ясно все мне в принципе понравилось меня он напугать в два счета поэтому в конце он меня напугали я думала меня там напугают уже в коридоре в коридоре вот это когда ползет жижа такая ли что там фонарик вот ну посмотрим что там будет неизвестно когда она выйдет как я понимаю может ее будут разрабатывать там год или два и потом вы как обалдеть от результата так что вот я сейчас попрощаюсь а потом что нибудь подрублю из уже скачанных готовых игр в dark souls я сегодня не хочу играть и вот может что там поиграем а может и не поиграем если стрим не запустится капа так что всем спасибо за просмотр спасибо что сегодня пришли всем спокойных ночей приятных аппетитов хороших вечеров всего хорошего увидимся с вами на следующем стриме и уже в другом прохождении всем пока 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 субтитры сделал DimaTorzok